Власти Вьетнама и защитники животных пытаются сократить объёмы незаконной контрабанды панголинов – чешуйчатых ящеров. Ожидается, что на 17-й конференции СИТЭС в Йоханнесбурге статус этого животного изменят. Панголин – ночное млекопитающее, покрытое чешуёй. Он напоминает что-то среднее между броненосцем и муравьедом. Животные под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения СИТЭС. Панголины обитают в Африке и Азии. В некоторых азиатских странах пользуются большим спросом, поскольку чешую, мясо и кровь панголинов применяют в традиционной медицине. По данным природозащитников, Вьетнам – центр незаконной торговли этими ящерами. «Вьетнам – это транзитный пункт в контрабанде панголинов. Это также большой потребительский рынок. В большинстве случаев их везут в Китай. Но спрос растёт и в других местах, особенно в больших городах». Как ожидается, на конференции СИТЭС торговлю по меньшей мере двумя видами панголинов запретят. За последние три года вьетнамские власти изъяли 2600 живых ящеров, а также 30 тонн замороженных. Во Вьетнаме живёт так называемый «жёлтый панголин». Раньше представители этого вида изымали редко. Однако в последнее время случаи участились. Полиция обычно передаёт изъятых ящеров в приюты для животных. Это означает, что в дикой природе панголинов становится всё меньше. «Был такой период, который длился почти 10 лет, когда нам передали всего одного жёлтого панголина. В прошлом году нам передали четырёх. Это говорит о том, что во Вьетнаме жёлтых панголинов становится всё меньше». Спрос растёт, особенно в Африке. Панголинов продают дорого – по 300 долларов за килограмм. Контрабандисты часто прибегают к уловкам, чтобы увеличить вес живых ящеров. «Они перемалывают кирпичи в муку и смешивают с пшеницей и яйцами. Затем заталкивают это панголинам в желудок. Когда их привозят в центры по спасению, эти животные страдают от болезней желудка, которые перерастают в рак. Число панголинов, которые могут выжить в неволе, очень мало». В этом центре есть большие холодильники, в которых мёртвых панголинов держат в качестве вещественного доказательства. Когда расследования завершаются, туши уничтожают. «Во Вьетнаме за незаконную торговлю панголинами могут дать 15 лет тюрьмы и штраф в размере до 90 тысяч долларов». Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова